всем привет я надеюсь что вы отлично проводите новогодние праздники ну а я продолжаю вас развлекать и мы сегодня с вами смотрим порцию подборку очередную лучших средств за прошедший год и в этой категории будут все средства которые стоят от 1000 рублей и выше то есть это будет и middle market и это возможно что-то попадет из масс-маркета потому что ну сейчас с ценами все не очень понятно поэтому некоторые некоторые косметика из масс-маркета превышает уже стоимость 1000 рублей в общем смотрим фавориты за прошедший год тени визи арт это было мое открытие года я эти тени французской марки видела раньше но как-то вы знаете не очень хотела покупать почему-то рука к ним не тянулась и тут я решила что все-таки на них очень хорошие отзывы и мне надо бы их попробовать и я купила и когда купила было очень приятно удивлена потому что тени оказались необыкновенно качественными они замечательно ложатся они пигментированы они хорошо и вообще без проблем растушевываются и сами по себе тени они знаете такие по текстуре прям шелковые шелковые и хорошо ложатся на веки я очень надеюсь что такого качества и другие палетки потому что я уже себе присматриваю какую-нибудь палетку возможно побольше эти палетки в каком-то из сетевых магазинов появились а возможно даже не в одном в общем у меня в планах заказать себе что-то еще тени действительно очень качественные очень хорошие и стоит своих денег кика скульптор но этот скульптор даже и в рекламе то не нуждается у кика это один из наверное самых известных их продуктов скульптор в оттенке 201 который подходит как бледной кожи так и смуглой кожи то есть это такой универсальный оттенок это стик это кремовый скульптор и он отлично наносится даже поверх сухих продуктов я вам уже говорила что нынче вся косметика сделана так чтобы можно было без проблем сухие текстуры наносить на кремовые кремовые на сухие и если у вас по каким-то причинам не получается это сделать что-то там залипает или что-то не так то скорее всего дело в продукте по большому счету все и совсем смешивается прекрасно растушевывается и прекрасно наносится проверено на себе уже неоднократно очень понравился скульптор он долгоиграющий я его купила по моему еще в начале года и до сих пор мне кажется даже половину не израсходовала присоединяюсь к восторженным отзывам и заношу фавориты года в эту же категорию попадают и ароматы пандора это наша российская марка и я вам по моему в прошлом году еще точнее уже в позапрошлом году показывала ароматы недорогой линейки от пандоры и хвалила вам их потому что их действительно есть за что похвалить несмотря на то что это недорогая категория они очень хорошо держатся на коже и очень стойкие и в этом году пандора выпустила новую премиальную линейку таких нишевых ароматов да конечно если не все то большинство это какие-то копии известных ароматов или по крайней мере очень похожи на них на оригиналы я себе копию аромата том ford купила и знаете что удивительно когда я пользуюсь этим ароматом ко мне подходят люди и спрашивают чем от меня так сладенько пахнет ну вот действительно очень удачно получилось у пандоры вот знаете отобразить именно те самые ноты миндаля вот этого вот ликера и вот вот это вот все вместе она дает прям вишенка вот это и дает она все вместе такую вот сладость и когда я ехала в такси мне неоднократно таксисты делали комплименты по поводу этого аромата и стоит он не настолько дорого как допустим какие-то люксовые бренды но с люксовыми брендами я не получаю комплиментов а с этим ароматом я получаю стойкость великолепная да он может быть не раскрывается как и все не самые дорогие ароматы дни раскрывается с течением времени он пахнет примерно одинаково все время но именно вот эти нотки мне нравились в аромате том ford поэтому для меня ну просто этот аромат обалденный сейчас еще буду хвалить те средства которые я буквально недавно еще раз хвалила в течение этого года мне посчастливилось сотрудничать с маркой сергей наумов и вы знаете когда я получила эти средства я слышала очень такие противоречивые отзывы в интернете о средствах сергея наумова но вы знаете меня смущало всегда что почему-то негативные отзывы именно от блогеров идут к сожалению я вам уже говорила что почему-то среди русскоязычных блогеров принято друг друга топить не знаю почему зачем вот это какая-то нездоровая конкуренция и очень часто когда кто-то из блогеров выпускает свою косметику многие блогеры уже изначально настроены отрицательно к этому моменту не знаю может быть какая-то конкуренция может быть где-то зависть еще что-то и очень часто начинают искать блогеры вот какие-то недостатки в этих продуктах поэтому я не особо таким отзывам верила и когда мне посчастливилось все-таки попробовать эту продукцию я была в приятном шоке это настолько классные средства это настолько хорошо сделаны это действительно российский люкс кто бы как не иронизировал по поводу этого слова но это действительно российский люкс мне присылали многие вещи например консилер он обалденный он абсолютно не хуже люксовых продуктов он прекрасно ложится на кожу он хорошо и и увлажняет он хорошо все маскирует наслаивается не забивается в складочки это реально хороший продукт это реально люксовый продукт тушь стала моей одной из самых любимых потому что настолько невероятно длинные реснички делает я вам показывала не один раз взгляд получается распахнутый я эту тушь просто обожаю пела дифирам бы ей много раз еще раз подчеркнув таких вот обзорных видео за прошедший год у меня нет рекламы то есть я здесь обозреваю все что у меня было за прошлый год хорошего неважно прислана мне было это либо я сама купила здесь никто ничего не проплачивал поэтому хвалю я лично от себя прекрасные румяна у сергея наумова жидкие которые хорошо наносятся и на пудровые продукты и растушевываются и цвет красивый с удовольствием ими пользуюсь я вам показывала уже половину использовала жидкие тени для век блестящие у меня в двух оттенках уже наносится на веки прекрасно возрастное веко не подчеркивают ничего не высушивают никакие складочки они не подчеркивают никуда не западают прекрасно фиксируются растушевываются но это реально классные продукты а какие блески для губ да они для меня полупрозрачные мне бы хотелось каких-нибудь более насыщенных таких оттенков но они настолько уходовые настолько они приятно на губах лежат я один блеск наполовину использовала я в течение лета его использовала и наполовину он у меня уже закончился мне был прислан второй блеск я специально выбирала именно нюдовые оттенки потому что мне очень понравился первый в общем это обалденные блески еще из новых продуктов от сергея наумова которые я попробовала это была матовая помада ну что я могу сказать и с матовой помадой все удалось но на мой взгляд эта помада даже больше не матовая а такая знаете вельветовая слегка бархатистая она даже чуть-чуть ухаживает за губами не подсушивает абсолютно потому что у меня с любыми помадами если матовые я наношу один два три раза и у меня обязательно пересыхают губы тут я ходила несколько дней с ней и хоть бы что моим губам было в общем продукция действительно стоящая и цена качество здесь абсолютно соответствует друг другу палетка rbg айда пушкин никогда не брала от rbg не тени не какие-то вот такие палетки и в этот раз я решила все-таки попробовать очень приятно была удивлена мне понравилась эта палетка абсолютно полностью от и до и румяна там хороший и корректор там хороший и бронзер и хайлайтер там хорошо абсолютно все и наносятся прекрасно они не пигментированы как-то прямо убойно ими очень приятно пользоваться и подойдут даже вот эта вот палетка подойдет даже для новичков потому что она абсолютно беспроблемно в нанесении и настолько все красиво смотрится на лице все хорошо растушевывается ну приятно пользоваться еще один наш российский бренд это романова мейкап которую я вам тоже хвалю миллионы раз и у меня много всего было от романовой единственное наверное что мне не очень понравилось это румяна но это мое личное мнение потому что я на сухие продукты в основном я люблю пудрой пользоваться и на пудру наносить вот такие кремовые продукты румяна для меня немножко жирноватый они мне чуть-чуть разъедают вот мою пудру вот для меня это спорный продукт хотя сами по качеству они классные я в этом году купила перри запущенную палетку теней которая называется спайсис and какао и я в нее влюбилась мне понравилось и текстура у теней и как они ложатся я не знаю почему в некоторые писали что умы и мне не понравилось качество вы знаете наверное вот тени это тот продукт который специфический такой да в принципе на вся косметика специфическая но тени в том плане что смотря что вы от них ожидаете я допустим не ожидаю от теней бешеной пигментации мне она ни к чему я не профессиональный визажист поэтому ну зачем она мне в тенях романовый мейкап пигментация средняя есть некоторые оттенки прям очень хорошая пигментация в других средняя ближе к высокой пигментации но я не знаю мне настолько эти оттенки понравились это абсолютно дневная палетка при желании можно сделать конечно какой-то праздничный мейкап но и оттенки сами красивые да они похожи друг на друга потому что это коричневая палетка и в принципе все коричневые оттенки они в какой-то степени особенно если вот средне коричневые они где-то плюс-минус похожи друг на друга ничего в этом страшного нет ну мне действительно очень понравилась эта палетка еще что прекрасного от романовый мейкап это блески опять таки я вам и хвалила миллионы раз это мои одни из самых любимых блесков настолько они хорошо на губах лежат и настолько они красиво смотрятся и приятны в носке не липкие я не знаю у меня уже четыре оттенка этих блесков и я очень надеюсь что будет выпущено какие-то более яркие оттенки я их обязательно куплю ну и даже вот эти нюдовые я просто влюблена в них и я ими с удовольствием пользуюсь с огромным удовольствием биби крем стебланк с муцином улитки и солнцезащитным фактором это очень уходовый крем но в принципе биби он и должен быть таким он абсолютно не забивается в поры и несмотря на то что у меня самый светлый оттенок который для меня темный он все равно прекрасно лежит на моей коже не люблю слово подстраивается но что-то в этом есть он не спорит сильно с оттенком моей кожи настолько он комфортный настолько он уходовый настолько он прекрасно лежит что нету вот на лице эффекта вот этой маски с удовольствием им пользуюсь у меня уже подходит концу и я обязательно еще закажу и заказывала сайта рандеву и я смотрю там он есть наличие в общем буду заказывать еще рекомендую миллион раз он не дешевый но он стоит своих денег dior lip maximizer в принципе этот продукт не новинка конечно же но вышли новые оттенки и я себе купила оттенок если не ошибаюсь и линжир что-то такое как же он безумно красиво смотрится на губах у них действительно какой-то необычный такой красно с коричневой что ли немножечко оттенок он потрясающе выглядит на губах он придает вот этот вот объем губам он хорошо лежит ну что хвалить lip maximizer их знают все их любят все и у нас даже когда эти бальзамы привезли в пушкина они практически тут же были разобраны еще один аромат который попадает фавориты года это dolce & gabbana devotion да я знаю что на него противоречивые отзывы и кто-то говорит что он плоский кто-то говорит что он неинтересный но мне он подошел на все сто процентов этот аромат цитрусы в карамели и у него настолько волшебный запах он на мой взгляд очень сексуальный он очень интимный такой запах до многим напоминает новогодние праздники это действительно так ну цитрусы карамель не могут не напоминать новогодние праздники но аромат теплый аромат какой-то необычный и пусть он и звучит примерно одинаково в течение всего времени но мне это так нравится я вот что называется кайфую я когда им пользуюсь я слышу от себя этот аромат в течение всего дня и он очень стойкий очень просто пока не постираете одежду он не выветрится оттуда вообще и пока вы не вымоетесь не примите душ вы так и мы будете пахнуть для меня он потрясающий еще один аромат который правил произвел на меня впечатление он уже конечно более бюджетный это аромат по моему объединенные арабские эмираты то есть восточная парфюмерия но она сделана именно вот для нашего носа по крайней мере его для европейского я имею ввиду нос нет каких-то вот таких прямо резких нот специй и он очень сладенький это лата фаяра кто-то купил и сказал сладости не слышат девочки я не знаю на мне он раскрывается исключительно всеми сладкими нотами и в нем специи прямо совсем совсем минимум это какой-то маршмеллоу это что-то вот такое ванилька что-то такое праздничное девичье легкая воздушная очень красивый аромат на мой взгляд я в принципе люблю сладкие ароматы конечно шанель номер пять это мой фаворит на все времена но если не шанель номер пять то я люблю сладость в ароматах палетка теней от севантин на сайте rendezvous я видела эту палетку уже давно и она меня очень привлекала тем что в ней очень красивые оттенки я такие люблю какие-то розоватые и я в один прекрасный момент думаю ладно закажу я ее себе было очень приятно удивлена качеству шикарная палетка в относительно недорогая которая очень хорошо наносится на века тени хорошо наносится на века хорошо растушевываются красиво смотрится мне нравится и как они в жизни смотрятся и как они на экране смотрятся когда я для вас видео снимаю не знаю для меня это стало такой универсальной дневной палеткой которую я прям ну с таким огромным удовольствием использую и вы знаете наверное это один из тех продуктов которые ну не хуже люкса кто-то написал что вот я заказала палетку а она сухая девочки я не знаю где вы заказываете эти палетки человек написал что хотел сэкономить и заказал что тени эти недорогие я так понимаю что очевидно в желании сэкономить палетка была заказана где-нибудь на вайл борис я не могу отвечать за вайл борис и почему оттуда пришло пришли сухие тени которые не наносится и не набираются тут я ничего не могу сказать я брала на сайте рандеву и оттуда мне пришел свежачок что называется поэтому за остальные места где вы берете я ответственности не несу ну естественно не могу не вспомнить еще одну палетку уходящего года это палетку от наташи дэнона глам и я ее давненько хотела и уже собиралась заказывать через байеров но тут увидела что выль-де-ботен завезли палетки от наташи дэнона и и у меня были еще какие-то баллы там накопились и в итоге мне эта палетка досталась по совершенно приятной цене в 6000 рублей и я ее купила я ожидала конечно что тени будут более холодными нейтральными и более холодными по факту практически вся палетка оказалась теплой даже те тени которые на первый взгляд кажутся что они холодные они все равно не такие уж и холодные но я эту палетку люблю если сравнивать с качеством вот у меня есть палетка ретро по-моему называется и мне ретро больше нравится по качеству там и блестяшки интереснее там и как-то вот текстуры что ли немножечко другие но и эту я сейчас с удовольствием использую для ежедневного макияжа она классная эти тени когда наносишь на веки и это видно что макияж сделан не дешевыми продуктами очень нравится я вообще тени от наташи дэнона просто обожаю у меня и маленькая палетка вот две большие и я надеюсь что что-нибудь еще мне удастся интересно урвать просто не все палетки мне подходит не у всех палеток тот самый набор оттенков который мне нужен поэтому я их не скупаю все подряд а вот то что я взяла у байеров это была палетка charlotte tilbury ее самая известная палетка пилоток и все хорошо в этой палетке по качеству у меня претензий нет поэтому я отношу фавориты года единственная она для меня ну очень теплая там есть оттенок который просто вот ну рыжи зной такой отдает кирпичным каким-то оттенком мне вообще многие идут тени практически все кроме наверное пастельных каких-то оттенков они просто на бледной коже не видны остальные я могу на себе пристроить ну это единственное что не люблю кирпичные вот эти вот вот оттенки какие-то вот рыжие оттенки не люблю я их но смотрится она все равно классно тени по качеству классные обалденные несмотря на то что может быть мне как-то не совсем по душе такие теплые оттенки но я не могу ее не похвалить у charlotte tilbury тоже очень классные тени мне нравятся ну и пожалуй за весь год звезда моей коллекции косметики и парфюмерии это был флакон одеколона шанель номер пять это был винтажный флакон есть не ошибаюсь мне помогли определить по моему где-то семидесятых годов он у меня тоже раздобыла на сайте рандеву все перепроверили оригинал я все выкладывала в telegram все могли убедиться в том что все пробивается все оригинально все как положено я не открыла до сих пор этот одеколон и наверное я его не буду открывать потому что но он мне настолько радует глаз это реально звезда коллекции так жалко этот флакон столько лет столько десятилетий хранился но пусть он у меня стоит для моей коллекции и пусть он и дальше радует меня кстати там все равно немножечко но пробивается запах тот самый запах шанель он узнаваемый он немножечко отличается от современных версий но возможно просто потому что он уже столько лет хранится я очень рада этому приобретению хайлайтер от клио это пожалуй самый лучший хайлайтер за прошедший год вы увидите у меня на щеках его сейчас он бомбический это нереально классный хайлайтер который выглядит прямо такой знаете влажный блеск абсолютно не подчеркивает поры даже если вы его нанесете очень плотным слоем единственный он хрупкий я его один раз уронила причем на ковер и все равно он разбился но такой вот продукт хрупкий но настолько красивый там два оттенка розоватый и цвет шампанского люблю оба но я думаю без лишних слов вы сейчас его видите на мне он смотрится потрясающе ну и немножечко по уходу пройдемся по лучшему уходу уходящего года из того что очень понравилось это была энзимная пудра by wish trend она сыпучая ее нужно наносить добавлять воды и в общем то наносить на лицо круговыми движениями действительно очень классная вещь и она освежает кожу с первого раза волшебства не произойдет но если вы будете пользоваться постоянно то вы увидите насколько более свежим становится лицо даже забитые поры если она не вычищает полностью то она осветляет по крайней мере мне вещь абсолютно подошла очень очень понравилось выходящем году были два любимых крема для век во первых это крем филлер от морщин от марки или рак я его покупала себе покупала себе два или три раза покупала его маме и маме он тоже понравился крем который подпитывает кожу увлажняет кожу и он такой он не сильно плотный нет но он достаточно питательный нам с мамой подошел просто идеально я не увидела от него каких-то чудес что допустим какие-то мои морщинки вдруг взяли разгладились но я думаю вы понимаете что ни один крем не разгладит вам уже образовавшиеся морщины да сделает их менее заметными это возможно но убрать не уберет поэтому если не ждать чудес а ждать реального действия то этот крем действенный подпитывает увлажняет и на него прекрасно наносится декоративная косметика я извиняюсь у меня голос иногда будет хрипеть немножко простыла и второй крем который мне очень понравился это крем от меню это корейский уже крем тот был французский этот корейский и этот крем уже достаточно плотный но этим он и хорош он как бы создает пленочку под глазами и препятствует потери влаги мне такой эффект очень нравится опять таки макияж прекрасно ложится потому что ну вот это вот и пленочка не дает испаряться влаги из кожи то есть на кабу удерживает влагу и за счет того что такая немножко силиконовая как бы текстурка естественно все средства на такие текстуры косметические я имеют декоративные очень хорошо ложатся в общем это были два моих крема которые я использовала с большим удовольствием еще одно средство от марки by wish тренд которая у меня по моему фаворитах было и прошлом году и в этом году это моя самая любимая сыворотка с витамином c и от этой сыворотки я вижу действительно результат поры становятся уже лицо светлее а в целом вы знаете более свежее лицо становится использую ее постоянно получается у меня весна лето осень я постоянно с этой сывороткой а еще из-за того что там содержится кислая форма витамина c она препятствует еще выделению жирного блеска за счет вот этого вяжущего действия короче говоря это сыворотка плавно перетекает из фаворитов прошлого года в фавориты нынешнего года патчи от девина белец с вином это патчи которые я покупала два или три раза за год они мне очень понравились тем что они знаете тонизируют хорошо кожу под глазами они увлажняют они ну подпитывают наверное по самому минимуму они именно больше увлажняют это не дает какого-то прям бомбического увлажняющего эффекта а именно как будто подтяжки века немного вот что называется приводит в тонус кожу которая слабая под глазами по крайней мере у меня это самая проблемная зона на лице кожа под глазами потому что с остальной кожей у меня сильных проблем нет каких-то там морщинок еще чего-то а вот под глазами у меня есть мимические морщины и поэтому у меня усиленный уход за этой зоной в общем эти патчи которые мне очень понравились для волос любимые средства уходящего года и на данный момент любимые средства это шампунь и бальзам от лореаль профессионал из серии абсолют репер идеально мне подошли я раньше никогда не любила средства для волос от лореаль они мне не подходили но последнее время лореаль что-то поменяли очевидно поменяли что-то в своих формулах и эти средства стали мне подходить просто идеально они сильные они очень питательные если у вас волосы не повреждены сильно для вас они будут очень тяжелыми но если у вас как у меня тонкие волосы и total blond вообще идеально все будет вот прям в самый раз поэтому будьте аккуратны с одной стороны это очень сильные средства но можете перепитать ими волосы с другой стороны если вам больше ничего не помогает попробуйте скорее всего вы в них также влюбитесь как и я из этой же серии очень классное масло уход с ним переборщить невозможно сколько бы я его не нанесла мне кажется волосы все равно отлично выглядят очень питательная и масло уплотняющие такое кончики знаете есть масло которые наносишь и они кончики делают прям тоненькими какими-то жиденькими нет это маслице делает их более плотными и более такими толстенькими обожаю этот эффект использую его просто ежедневно это масло ну и мы с вами подошли практически концу у нас буквально осталось два фаворита года это во-первых пилинг скатка от саи я попробовала за этот год очень много пилинг скаток и из всех мне понравилось именно вот это потому что она реально действует у меня были пилинг скатки которые не скатывались у меня были пилинг скатки которые только нанесла не уже сами по себе скатались я еще даже не успела поводить ими по лицу просто при нанесении уже скатывались а вот это прям такой вот золотая середина она не самая дешевая пилинг скатка но она эффективная это вещь которая мне подходит и вещь которая мне очень нравится хорошо удаляет все омертвевшие клетки потому что лицо становится уже после первого применения сразу таким свеженьким гладеньким после нее очень хорошо впитываются любые маски в общем пока для меня это идеальный пилинг для лица пилинг скатки ну и последнее средство которые я вам сегодня буду хвалить это x-меза это меза роллер со всякими сыворотками у меня было три или четыре четыре наверное варианта вот этих вот сывороток и по моему это абсолютно все что есть на сайте какие есть на сайте варианты я перепробовала все я вам в принципе уже отзывы свои оставляла какие мне больше нравится больше мне всего понравились от пигментации средства которые я увидела и для увлажнения вот от них я увидела очень хороший результат вообще сама по себе процедура мезотерапии мне очень нравится я не делаю мезотерапию в салоне я предпочитаю все это делать дома почему а потому что эффект тот же самый когда-то давно я два раза проходила курсы мезотерапии и поняла что денег я явно переплатила во первых у меня есть крем и от которых примерно такой же результат бывает а во вторых я попробовала дома делать мезотерапию и поняла что а эффекта тот же так зачем переплачивать если можно все делать дома смысл процедуры мезотерапии в том что вы повреждаете кожу ну да в салоне и и повреждают глубже чем вы это сделаете дома но даже того что вы делаете дома этого уже достаточно чтобы кожа начала активно восстанавливаться поэтому смысла тратить деньги на салоны я не вижу в общем я это делаю дома и я действительно очень люблю эти сыворотки и этот мезороллер мы посмотрели все фавориты уходящего года у меня на этом все как всегда жду ваших комментариев всем пока